Здравствуйте, дорогие зрители! Камерный корс созвездия. Мы начнем по традиции с русских народных песен и первые исполним русскую народную песню в обработке Нахимовского «В темном лесе». В темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном лесе за лесью, за лесью распашуль я, распашуль я, распашуль я, распашуль я, распашуль я. Я посею, я посею, я посею, я посею. Лен канабель, лен зеленой уродился, 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 уродился. Лен канабель, лен зеленой в темном лесе, в темном лесе, в темном лесе. За лесью, за лесью распашу ль я, распашу ль я, распашу ль я, распашу ль я, по шерку, по шерку. Следующая народная песня, она совсем иного характера, ходила Младёшенька по поручку, и в оригинале в ней очень много куплетов, но мы поём не все, и для некоторого разнообразия у нас первый и последний куплет исполняем солисты из форума. Ходила Младёшенька в обработке римского Порсакова. Младёшенька в обработке римского Порсакова. ПЕСНЯ 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 Носи закрылая, возит в дом, Смивая, милая, с гибким сном. Полон слез, небо склон, Пусть тебе светлый приснится сон. Полон слез, небо склон, Пусть тебе светлый приснится сон. Теперь мы переходим к композиторским произведениям. И сейчас исполним произведение одного из самых известных композиторов «Могучей кучки» XIX века. Это Николай Андреевич Римский-Корсаков. И исполним хор из оперы «Снегурочка». Это песни и пляска птиц. Только исполняем мы немножко упрощенный вариант авторский. Обычно в оперы Римского-Корсакова все хоры очень масштабные и написаны для двухкорного смешанного состава. А мы сейчас исполним женский хор «Песня птиц» из оперы «Снегурочка». Песня 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 А сейчас мы исполним произведение, которое немного настроит нас на духовную музыку, поскольку дальше мы будем исполнять христославные калятки. ПЕСНЯ 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 Зоро пронолись, зоро пронолись. Сейчас мы перейдем к исполнению калядок. Это народные обрядовые песни, которые обычно исполнялись в период с Рождества по Крещению. И делились они на крестославные калядки, как раз-таки Рождественские, и на пассивные, которые исполнялись в другие времена. И начнем мы с калядной песни «Рождественская ночь», в которой простым русским текстом и сложен весь библейский сюжет о чуде рождения Христа. Песня «Рождественская ночь» Песня «Рождественская ночь» Песня «Рождественская ночь» В этой калядке были некоторые очень важные слова, и поет на небе лучезарный клир. Здесь это стоит понимать как небесный хор. Слава Вышних Богу и на земле — это смысл Рождества Христова. Следующая наша калядка более всего известна в украинском варианте «Спи Иисусе». Но мы сегодня ее исполним на русском языке, в русском варианте. Она носит характер очень нежной колыбельной песни, которая поется от первого лица, от лица Матери. «Калядка, спи Иисусе, спи». Спи, Иисусе, спи. Сыне «Рождественская ночь» Ручки «Рождественская ночь» Дesten «Рождественская ночь» Калятка Рождества Христова Калятка Рождества 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 С Новым Годом! Спасибо!